Привет! Сегодня мы разберем крутой битос, который будет максимально приближен к звучанию самого палагина. Надеюсь вам это видео будет полезным и вы поставите палец вверх. Я очень старался лес гоу. Приятного просмотра! Вообще у битов палагина достаточно характерное звучание и их всегда можно легко отличить от битов какого-нибудь маленького ярче или других каких-то битмейкеров. Хотя маленький ярче вообще типаж битов совершенно другой. И чтобы добиться того самого звучания, нам сегодня понадобятся определенные плагины, которые как раз таки использует сам Влад Палагин. Их я подсмотрел у него на стримах, на прямых трансляциях, которые он проводил в инстаграме и везде-везде, где только можно. Поэтому сейчас вам о них расскажу. Вообще Влад любит очень-очень сильно использовать гитару в своих битах. И это можно даже заметить по тем кейсам, которые он выпускает постоянно у Гуди. В треках можно услышать гитару и в различных других битах. Но это так не точно, забывая о тебе, забыл цвет своих глаз, а они всегда красные. Поэтому сегодня мы будем использовать контакт, гитарку от Ильи Фимюа. Далее на мастер-канале у нас будет триада. Также вместо стандартного софт-клипера на мастере мы будем использовать стандарт-клип. Также будем сегодня сатурировать бас литл радиатором. Это плагин от Sound Toys. И также плагин от Sound Toys будем использовать на мастер-обработке перкуссий. И на мастер-обработке баса с киком. Это декапитейтор в различных его режимах. Итак, добро пожаловать в проект этого бита. Прописал здесь гитарку, которая звучит вот таким образом. У меня здесь обрывается. Но что по обработкам? Здесь у меня использован CLA Guitars вот с такими вот настройками. RC20 вот с такими вот настройками. И Fafilter Pro-Q3. И для автоматизации у меня здесь dirty filter. Также я записал, выделил вот так. Нажал Ctrl-Alt-C. И отрендерил вавку этой гитарки. Вот она получается здесь у меня. И я ее запичал на низ, чтобы создавалась дополнительная мелодия. Далее я эту мелодию дополнял различными другими инструментами. Один из них это была флейта, которая звучит вот таким образом. Флейту я обработал хорусом, подмешал его, добавил Valhalla, вот этот. Это даже без пресета, просто обычный, дефолтно. И Pro-Q-шка ее немножечко подрезал. Далее у меня идет Electro-X. Это аккорды, это гитары. И они у меня звучат вот таким образом. Вот. Это получается у меня вот этот пак и вот эта вот APR-ка. В SRX оркестре у меня получается категории флейта. И вот этот вот пресетик. Ну а гитарка здесь это Илья Ефимов, контакт, который, я думаю, знают многие. Так, давайте я вам сейчас покажу, как звучит драмка. Здесь еще звучок вот этот, конечно, есть, но ничего страшного. Это воншот из Пока Палагина. Я его просто добавил, прописал по нотам, и он довольно интересно звучит. Он находится у меня на седьмом канале, и здесь на нем вот такая вот обработка. То есть, просто повесил, и максимально много реверба, и создает суперкрутую атмосферу. Вот. Драмка здесь также из его пака взята. Здесь различные перкуссии и прочее, и прочее, и прочее. Давайте сейчас покажу обработку 808-го, потому что, я думаю, он здесь самый интересный. Он прям очень круто звучит, живо. Я повесил ньютон, потому что он играл не на той ноте, я узнавал, что за нота. Потом на него повесил Little Radiator. Это плагин, который я посмотрел у самого Палагина. И он добавляет суперкрутого жира вашему 808-му, поэтому используйте прям вообще очень крутой плагин. То есть, смотрите, как с ним и как без него. Он прям дает прорезаться, прям очень сильно. Далее, давайте посмотрим кик. Вся ударка с пака Палагина, сразу говорю. Здесь у меня на кике нет никакой обработки. У меня soft clipper и fruity pick controller. Дабы избежать конфликта частот, сделал сетчейн. Также у меня kick bass, отправленный, вот можно заметить, на один канал, на 17-й. И на 17-м канале также висит clipper. И на нем также висит decapitator. Он на A-пресете. И на единичку я разогрел, чтобы он немножко подпердывал. Также забыл сказать вам, что на мастер-канале обязательно должна висеть триада. Особенно, если вы пишете биты, хотите написать бит в стиле Палагина. Потому что именно она дает вашему биту также такой хруст, такое подпердывание небольшое. И такой эффект небольшого дисторшена. Но этот дисторшен, он очень приятный. И вот я выкручиваю всегда вот здесь между 45 и 40. И также она помогает мне настроить баланс. Потому что когда что-то сильно вылезает, это очень слышно. Вот поэтому юзайте на мастер-канале. Супер круто. Здесь также можно вот этой полосочкой просто приподнять вверх, если вам нужно, если не хватает. Ну, соответственно, в мастеринге. Вся перкуссия звучит вот таким образом. То есть она у меня распанорамирована. Справлена также на один канал, на 18-й. На ней висит Decapitator, который играет, работает точнее на Ешечке. Разогревается чуть больше единички. И это дает также такой хруст и звонкость нашей перкуссии. Слушаем. Прям четко стало звонче и ярче звучать с оперкуссиями. Пиздец. У меня кот с ума сходит. Если что. Поэтому нормально. Также у меня здесь есть рис-бас, который звучит таким образом. На нем также я повесил просто радиатор, разогрел его, чтобы прям звучал пожирнее. И на динамиках телефона, чтобы его было слышно. Так же, как и 808-й радиатор в этом помогает очень сильно. В принципе, бит написан. Здесь расставлены различные крэшики и прочее. Самое главное это придерживаться. А. Обработки. Б. Подбора инструментов. Чаще всего в его дрампаках там это все есть. Но прежде чем послушать бит полностью, хочу тебе напомнить о том, что у меня есть мой YouTube канал с битами. Который вот здесь сейчас находится. Также ссылочка в описании. Обязательно переходи. Очень доступные цены. Вдруг себе что-то выцепишь. Вот. И давайте слушать битоз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok